Рёбзя, салам! Восточный Казахстан, город Усть-Каменогорск. Сегодня хотел было поехать на горы, но так как обещают дождь, и я думаю, в горах в дождь не охота мне заставать. И тут я вспомнил, что меня просили обзор местности сделать, ну, ностальгия, сами понимаете. А так как эта местность созвучна, так сказать, с моим детством, я как раз вспомнил про это и думаю, а не запилить ли обзорчик вот этой местности. Местность, так называемая, ДКМ, Дворец культуры металлургов. Я сейчас нахожусь во дворе, в котором никогда не был, несмотря на то, что это как бы местность моего детства, ну, совсем мелкого детства. Как бы сказать, я здесь до двух лет жил, потом мы переехали туда к базару, библиотеки Пушкина не было ещё, ну, вот там мы, собственно, и жили. А мелким я здесь жил, но не в этом дворе, конечно, а там, по диагонали от этого двора. Несмотря на то, что мы здесь даже, ну, не то, что там два годика, нет, мы до десяти лет я сюда шастал, ну, в те края, вот, в те дворы. Там у меня дружбаны, карифаны, помню, но они как бы от матери и от отца достались. То есть у матери и отца были дружбаны, а у них были дети. Ну, собственно, вот эти дети, к этим детям мы сюда болтались тоже. Вот, а этот двор, не знаю почему, но я здесь никогда не был. Так, может быть, сейчас даже никто не догадается, какой-то двор. Ну, сейчас, конечно, ничего не ясно. Так, ну, вот я на велике поехал. Интересно, кто-нибудь помнит вот такие штучки? Домик такой небольшой. Ну, там, конечно, мусор, там вообще дикая штука. Это олицетворение сталинских домов. Вот здесь вот жалюзи были, даже маленькая рама осталась чуть-чуть. Потом кто-то кирпичами завалил, не знаю зачем. Это, собственно, бомбоубежище. Вот у каждого дома раньше стояли вот такие штучки. То есть при бомбежке, вот, жители этого дома, допустим, через, там в подъезде есть дверь внизу, они заходили, вниз туда спускались, и, собственно, спускались в бомбоубежище. В случае чего, если этот дом развалят бомбежкой, то они могли вылезти вот через этот вот. Ну, она как и вентиляция идет. Ну, а тут интересная такая пристройка. Вот такой пристройка я вообще почему-то первый раз вижу. Именно в этот двор я никогда не заходил. Некоторые даже не узнают, наверное, эту вот штуку. Интересная вещь. Однако... Это задняя часть магазина Элегант. Вот она, пристройка. Сейчас мы покажем магазин Элегант. Вот она, еще один домик. И у нас открывается вот такая вот перспектива. Ну, пока мы тут с центра начнем. Опа! Это дворец культуры металлургов. Дом этот перекрасили. Он был раньше такой серый, с блестяшками. Красивая была отделка. Но сейчас замазали какой-то гадостью. Вот он, магазин Элегант. Вот этот вот. Ну, и тут, конечно, плачевное зрелище, надо сказать. Вон какая-то пластмассовая вывеска. Собственно, вот он, дворец. А он в том дворе, я жил. Вот в том угловом. Вот этой скульптуры не было. В этом фонтанчике мы раньше купались. Раньше прикольно было. Дети во всех фонтанах купались. И тут куча была детей. Просто завалено. А сейчас вообще и не принято, и запрещено. К тому же. Сейчас все запрещено. Кругом заборы. Так, ну, собственно, здание. Здание неплохое, конечно. Там монументальная скульптура такая. Изображающая металлурга. Женщина, химик. И что-то... А, два металлурга, собственно. Один с этим, с какой-то штучкой. Другой что-то... А вот этот правый мужик в майке, я не знаю, что он там. Что-то у него в руке есть, я что-то не пойму, чего. Ну, ладно, кто знает, тот, может быть, скажет. Вопросов вот к этому монументальному строению у меня нет. Но у меня возникают вопросы вот к этим, вот к двум вот этим непонятным скульптурам. Вот это вот, вот это вот. Они по бокам стоят, что там, что там. Вон она там. Кто это такие, не знаю. И каким боком они касаются к металлургам, то есть к рабочим, скажем так. А главное, ну, честно говоря, отзывы я вообще не хочу делать. Ибо не хочу ругаться и прочее. Но вопрос остается открытым. Почему эти штуки здесь стоят? Кто их сюда поставил? Сколько денег отбили-то с этих штук? Не знаю, где в Китае их делали, что ли. Это вот она. Это сторона. Как ни странно, мне у ДКМа больше нравятся боковые стороны. Вот это вот. Она как-то... Так. Вот тут домик. Это бывшее здание почтамта. Ну, почта там осталась. Но в основном, по-моему, там барыги, как всегда. Да, вот эти громадные двери. А я когда маленький был, они меня всегда пугали, эти двери. Они были... Сейчас они крашены, какую-то коричневую краску. А раньше они были чисто с дерева. Я не знаю, кто-то мне сказал, что ли, типа там Баба-Яга живет. Я думал, нифига себе Баба-Яга. Вот. А это обратная сторона. Тут такие колоночки. Мне это... Вот здесь вот мне прикольно. Вот. Реставрировали совсем недавно. Вот просто вот буквально в прошлом году, что ли, или позапрошлом. Уже все капец. Уже нифига нету. Вот так вот. Вот это реставрация. Зато денег, наверное, бабосиков-то сколько нарубили. И... Блин, все поболелось в черту. Ну, так еще в общих чертах еще что-то стоит, конечно. А здесь, вокруг вот этого здания ДКМ-а, росли липы. Крупные липы, надо сказать. Вот здесь вот везде были липы. Вон, где вот ребята идут. Там вот здесь был ряд лип. И были такие... Не знаю, что за камень. Может, кто там вспомнит. Может, кто знает. Я не знаю. Темно-красного такого шикарного цвета. Вишневого почти. Камень полированный был. И... Как бы... Ну, крупные бордюрины такие. Они даже не бордюры, я не знаю. Они такие... Ну, 50 сантиметров шириной, наверное. Ну, и высоту они так. Они в земле там где-то еще торчали. Вот. И... Ну, конечно, их скоммунизили. Куда, никто не знает. А у нас так все. Никто не знает, кто куда. Так, ну, куда. Сейчас вот эту сторону еще обозреем. Вот, собственно, магазин Elegant. Так сказать, издалека. Ну, они хоть фонари вот эти не выдернули. Вот эти вот, советские. Неплохие. Ну, они, конечно, понавыдергивали. Но что-то хоть осталось. Вот я вижу на той стороне 3 штуки. И здесь 2, по-моему. Да, 2 штуки. Но воткнули вот такой вот китайский какой-то проммаш. Не знаю, что это такое. Ну, какие-то ущербные. А, вон там еще советский стоит на углу. Ну, что-то до той стороны еще не добрались. Но здесь повыдергали, конечно. Тут нету. Тут теперь вот такая вот... Не пойми чего. А вот у нас единственное здание в стиле Готика. Что-то вроде такое. Но... Там маленькие окна. По-моему, сколько там? 4 окна и дверь в стиле Готика. Собственно, это и вся Готика. Но тут какой-то осел вообще этой пластмассовыми какими-то заделал. Аж до второго этажа. Сайдинг какой-то пластмассовый. Зачем, не знаю. Ну, а тут как бы дворики более-менее такие уютные. Птички поют. Вон какую-то тут сделали площадочку даже. Оп. Так. Вот. Это тоже вот угловой. Я сейчас проехал этот дворик. Там у нас что-то какие-то... Гаражи, сарайки. Сарайки вообще древние. Просто вообще не знаю. Такой. Кажется, позапрошлый век аж. Покосившиеся. С деревянной крышей. Ух ты, блин. Вот и я тут никогда не был, а. Надо же. Центральный домик этой композиции. Раньше же в сталинские времена были такие, как бы они... Как это называется? Блоки, что ли? Блоки домов. И в каждом блоке по центру тоже еще один дом был. Часто это было какое-нибудь даже учреждение, типа детского садика. Но в данном случае это просто дом. Дома, конечно, печально выглядят. Совсем печально. С фасада их там еще как-то делают, а сзади не очень. Мягко говоря. Так, вот он, еще один домик. Собственно, мы так вот по кругу и проехали. Можно сказать. А тут у нас арочка на проспект. Собственно, этот угол обозрели, так сказать. Сейчас поедем на другую сторону. Еще раз, этот домик. Или как это? Пристройка. Опять этот домик. Готический, типа... Типа готика. А мне в детстве даже нравился этот домик. А сейчас мы поедем в одну сторону. Оттуда мы приехали. И едем в Туды. Но эти места уже ближе к моему детству. Потому что здесь был мой детский сад. Да. А недалеко. Как-то тут особо-то ничего не изменилось. Так же дороги тут никакой нет. Она тут убита. А может, ее тут и не было. Тут, может, тропинка была. Потом тут просто тупо... Теперь автомобили везде у нас гоняют. Где ни попадя. Ну, они здесь себе пробили дорогу. И здесь, скорее всего, грязище, когда стоит... Дождик идет. Так, а вот мой детский сад. Но это не мой детский сад. Это корпус веселей. Это ясней. Вот эта деревня так и сохранилась. Я здесь редко бываю. Причем, что самое интересное, вот этот штокетник, он сохранился с тех времен. Это ужасно. Вот он мой этот. Вот на втором этаже была моя это... Как она называется-то? Группа. Но группа была младшая, как я сейчас помню. А штокетник, по-моему, тот же самый. Ни фига себе. Они там что-то пашут, блин. Вовсю. Ну, он маленький детский садик. Совсем маленький. Он туда дальше уходит просто. Вот второй этаж. Вот эти два окна. Это туалет там. Девушки что-то протрындели про разрешение. Боже мой. Оль же духа у нас, идиотка. Так. А что у нас тут? Ну, собственно, это да, это ясли. Это понятно. Вот он, как бы, центральный вход. Короче, тут, оказывается, забором еще разгородили. Вот он забор. Здесь была площадь такая. Ну, цветочки там все такое, в общем. Это вот корпус был, вот серенькое здание. Основное здание, и вот это ясли. Ну, а теперь тут какие-то барыги сидят. Не знаю, что-то продают. Везде все продают. Вот здесь такой подход был шикарный к этому зданию. Вот эти три окна, это младший. Я здесь в младшей группе был. А вон те, вон, три окна крайних. Но, в том, это старшая группа. Где я в средней был, я не помню, но здесь же где-то. Да, и этот детсадик отличался тем, что здесь был... Ну, он отделан был шикарно, конечно. Там фонтаны были с громадными лебедями. Три лебедя со взмахом. Ну, в смысле, лебеди такие, скульптура. И там был медведь. Да, живой. Ну, а тут, собственно, у нас домики такие разбитые. Вот тоже такая, все старинное такое прям. Ух! Нифига себе! Восьмидесятых, даже в начале восьмидесятых, этот райончик, мне казалось, здесь одни бабушки живут, уже доживают свой век как бы. А там, это бывший центр получается. Когда-то в пятидесятых, там, сороковых, это был центр. Ну, движуха, то-се. Тут основное строительство. Вот. А потом центр перешел как-то на левый берег кудьбы. И тут как-то все так осталось. В старинном виде. О, отделочка какая прикольная. Так. Но, собственно, мы опять выехали к ДКМ-у. И сейчас мы ломанем вон туда, вон. Это как бы центровые дома. Здесь жили как бы начальники всякие там, то-се. Даже вот в этом, по-моему, начальник жили. А дальше там уже попроще. Единственный дом современный, это вот этот вот. Как он здесь оказался, не знаю. Его воткнули. Но здесь двор интересный. Вот такой. Как, в каком плане интересный? Тут он, во-первых, расписан интересно. Ну, я понимаю, белорусов, там, скажем, этим не удивить. Вот такими росписями. Ну, там лебеди, там, ну, как-то все. Там цветочки кто-то ссадит. Типа так шикарно все сделан. Вон какой-то домик прям. Тут тоже вон что-то там разрисовано. Вообще прикольно. Ну, и тут вот посядочка. Елочки тут-то все. Но, и интересен этот двор тем, что тут вечером или когда, тут бывает столько народу. Тут детей просто вот, они вообще просто ужас какой-то. Очень много. Откуда они столько, не знаю. Или у них интернета здесь нет, что ли, я не знаю. Почему там столько народу? Мамки там, папки сидят. Народу тьма. Ну, бывает так, я где-то видел, ну, человек сто. Во дворе. Вот в этом маленьком, ну, в том маленьком дворе. А тут я пока просто проезжаю. Кстати, вкладочка. Фундамент. Фундамент у нас. Вот такеный вот. То есть, собственно, это скальная порода. А потом пошел он кирпич. Уже. Ну, такие аутентичные дворики. Мне здесь вообще как-то нравится. Но жить я бы не хотел здесь, конечно. На задворках мира. Но вот так поездить, это вообще по кайфу. Котики вон ходят. Их еще нет. Котяра, тебя еще никто не убил, что ли? В Ускаменногорске ходит кот просто так. Ну, вообще, блин. Не убил, не отравил, блин. Я поражаюсь. Ну, вот тут, видите, вот как-то даже маленько по-домашнему коты ходят. Где, в Ускаменногорске, вот так вот просто коты ходят. Все уже давно убили нафиг. Собак сожрали. Жаль, конечно, вот так залепляют эти арочки кирпичом. О, какой разбитый автомобиль. Вот такой маленький домик, прям на один подъезд, прям. Вообще тут так миленько. Так, ну я что-то далеко уехал. Я уже, честно говоря, я уже потерялся, я не пойму, где я. В какой стороне? Центр на этот, ДКМ. Надо как-то отсюда выезжать уже. Вот это какая-то улица, что ли. Да, это улица. Уютно тут вообще так. Ну, вообще, супер. Домики, домики. А я, конечно, опять не туда поехал, куда я хотел. Ну, странно, в советское время они меня вообще никак не привлекали. Видимо, эта старость как-то дает о себе знать. Ну, не, не моя старость, а старость этих домов. Чем они старее, тем они аутентичнее становятся. Ну, то есть, ну, вы представляете, да, сейчас архитектура вообще поганая. Если ругались на хрущевки, то хрущевки, по сравнению с нынешней архитектурой, вот этой бетонно-стекляшечной, это вообще супер. Супер, мать его, Мадыр. Так, я думал, это улица Гоголя, а оказывается, это не улица Гоголя, это какая-то другая. Гоголь это вот, мы сейчас вот, вот, наверное, это у Гоголя. Ой, блин, это не Гоголя. А где? Короче, что-то я пока трындел, я все, заблудился. Вообще, капец, я даже не пойму, где я нахожусь-то. Домики, в принципе, аутентичные, конечно, они одинаковые. А, Металлургов 16 написано. Ладно. О, вот еще один современный дом влепили. Там вот парк Север был. Ладно, я так и сгоняю. В парк Север, так называемый. Вот это был, как же, стадион Восток. Ой, нет, это не Восток. Я не помню, какой-то стадион. Ну, таких он, древних, послевоенных времен. Вот. Здесь, помню, большой книжный магазин был такой. Шикарный магазин. Большой. А это здание я даже не помню. Это, по-моему, бассейн. Или что это такое? Вот. А вот он парк. Ну, конечно, зрелище вообще печальное. Что-то забросили они его. Дома тут, да, конечно, под развалиной. Так, забора-то уже нету. Какая-то сетка натянута. И вот здесь они сеткой натянули. Старые столбики. Вот там где-то в кустах, там еще танцплощадка была. И мои родители, собственно, здесь колбасились на этой танцплощадке. Вот так. Старые столбики, наверное, когда-то красивые были. А сейчас это все, конечно, уныло смотрится. Чуть-чуть осталось от забора. Его повыломали эти любители чермета. У нас же теперь все сдают. А, вот тут прям почти целый забор. Не знаю, почему не дошли до этого. Вот он. О! Или тут ближе куда-то к чему-то. То есть тут, может, открытое пространство, что они сюда не лезли особо. Но, это, представляете, вот это оторвать мне. Там металл это, господи, на копейки. Это надо половину вот этой секции разобрать, чтобы получилось там что-то. На выпить. На какой-нибудь портвишок, который, знаешь, там типа инвайт с водярой. Так. Короче, от этого, да, ничего не осталось. Он, раньше, как-то красиво выглядел. Там была деревянная надстройка, там наверху. Какая-то интересная. А сейчас это... Убогое зрелище. Ну, как, собственно, и везде так. Так, это у нас металлургов 18. Тоже такое подразваленное здание. Конечно. Вообще, чем мне еще этот район нравится, тем, что здесь остались деревья. То есть, наши хозяева жизни еще не добрались до суда. Вот так вот. Хотя там вот улицу они расширяли, уже деревья поспилякали. А тут прямо вот шикарно. В центре уже деревьев как бы, ну, маловато. Просто народ привыкает, думает, ну, вот так оно и есть. А на самом деле, ни хрена там уже не так. Раньше город утопал вот так вот в зелень. Домов-то почти было не видно. Ух ты, блин, тут ямы какие-то. О, чувак себе задвинул. Какой балкон. Ну, молодец, блин. Так, ну, а мы тут выезжаем на улицу в это, бывшая Ворошилова. Сейчас я не помню, каким-то там названием называется. Непонятно. Но я не помню. Но это улица Ворошилова. Естественно, для тех, кто ностальгирует, конечно, они не помнят там новые названия. У нас тут все попеременовывают. Денежек-то надо, надо денег. А вот она, банька. Такая тоже в свое время была культовая банька. Сейчас тоже плачевное зрелище. Правда, ее тут как-то реанимируют. Она вообще заброшенная стояла полностью. Тут бомжи жили, всякая хренатень. Ну, что-то ее замазали как-то современной этой фигней, которая отваливается. Вот. Кстати, тоже. А, это романский стиль. Это в советское время делали такие бани. Так, ну сейчас доедем до конца вот этой улицы, так уж и быть. Вот здесь вот я жил. Вот в этом квартире. Один год, по-моему, прожил даже. Или сколько, или два года. Так. Вот это управление Востокмаршзавода. Вон даже осталась вывеска. Ну, конечно, там никакого Востокмаршзавода нету. И вот это здание все высокое. Теперь там какие-то явления времени. Кто у нас деньги отбирает? Это вот. Вот они, хозяева жизни. На Волговое. Ну, а вот, собственно, конец улицы Ворошилова. Тупик, можно сказать. Все. Тут ничего нету. Вот он домик. И у нас речка. Господи, речка. Это ручей, ручей называется, ручей Бражинский. Течет, черт его знает, издалека, в общем-то. Грязный, грязный, как черт его, как не знаю что. Все. Вот он забор Востокмаршзавода. Больше тут ничего нету. Так, это конечная у нас трамвая двойка. Вот, пути. И мы в детстве вот сюда, куда-то, где-то здесь была хорошая горка. И мы, представляете, с этого, мы клопами были, ну, там нам по 5, по 6 лет. И мы вот сюда ездили и катались на горке. Горки, конечно, уже нету. Нет, тут нету нифига. Тут что-то понасрули, вот это вот. Домики какие-то, ну, это барыги. О чем говорить? Сейчас везде барыги. Горки-то нету. Ну, вот какая-то ущербная стоит, конечно. Но это, конечно, не горка. Это вот несерьезно просто. Ну, а эти домики все новые. Вот кафешка какая-то спалили, что ли, кафешку. Или что это такое было, не знаю. Ну, короче, сожгли. Давно уже стоит разваленная. Вот она. Паленого не видно, но вот что-то вот от нее. Валяется тут. А, ну вот какие-то ребята занимаются таки. Этой фигней. Ну-ка, ну-ка, мы сюда сейчас проедем. Так. Что-то делают даже. Во. Тут прям... Ну, тут вроде как даже культура. Вот это так называемая улица Добролюбова. Улиц самой нету, но вот этот дом находится вдоль улицы Добролюбова. Но Добролюбова вот она туда пошла. А как бы нету ничего. Так-с. Ну вот еще один, так сказать, блок домов сталинских. Центральный домик. И вот эти вот по кругу пошли. Здесь я жил где-то период что-то такой, 89-й, 90-й год. Вот этот подъездик. О. Ну, прикольно было жить. Тихо, спокойно так, как бы. Ну, в смысле, в отношении вообще местности, как таковой. Это не в центре там. В центре там движуха. А здесь как бы такое все. Вот этот мне домик нравится так. Сделано как-то как по дворцову маленько. Центральная композиция. Вот этот круг. Круг идет. О, у нас тут шикарно. Бомжи. Вот чувак насторожился. Он видит, что я снимаю, и он что-то такой весь. Напрекся. У нас вообще напрягаются по поводу съемки. Детский садик снимал там. Там тоже тетки там кричали. Вы разрешение там взяли? Они, конечно, в шутку, наверное. Хотя, черт их знает, в шутку или не в шутку. Вот центральная штука. И вот такие два крыла идут. Вот я по кружку проехал. Вот так вот. Вот. И теперь вот здесь. Ну, в принципе-то они одинаковые, конечно, но... Тем не менее. Дома. Вот. Это вот улица Металлургов. Тетенька скучает. Сидит за клеткой, за решеткой, блин. По центру, ну не знаю, тут только вот этот центральный домик, который мы сейчас обозревали. А по центру тут нифига не было. Все, вот угловая, получается такая вот блок. Из этих, как бы из домов мы проехали. Так что, ладно, выезжаем. А куда выезжаем-то? А, ну мы пока по блоку проедемся. Вот. Это детский сад. Нет, это не детский сад. Это другое что-то. А где детский сад? Это в другом месте. Что-то я спутал, по-моему. Да, детский сад, вот он современный. По-моему, или что такое? Наверное, детский сад был. Или что? А, ну да. Это у нас проспект. Да, я не ошибся. Вот на первом этаже здесь был детский садик. Вот эти вот окна, это детский садик. Он такой маленько не... Ну, у нас в городе, по-моему, один такой. На первом этаже. А на улице выходили туда, через дорогу, получается. У них загончик был, они там типа отдыхали. Оп, оп. Там уже не сталинские дома, там уже другое. Но пока мы этот угол обозреваем. Вот на углу этого здания, по-моему, она осталась даже. Там кафе написано, но раньше была столовая в советское время. А обалденная столовая была, неплохая, надо сказать. Какие у нас изменения тут произошли? Это поставили вот такие штучки. Я не знаю, зачем они. Видимо, это какие-то для цветов. И лавочки. Лавочки, пацаны, лавочки. Их очень много здесь. Туда далеко вы пошли. Какой идиот здесь будет сидеть, я не знаю даже. Так, у нас здесь арка. Арочка. Тут очень шумно. Я не знаю, ну, правда. Это приличные деньги затратили. Вот на эти лавочки. Но на них никто... Ой, нет, вон там кто-то сидит даже. Но это молодежь, они что, им можно. Им по барабану как бы. Так, собственно, а мы въезжаем вот в эту вот арочку. Арочка. Оба. И это угловой дом. Угловой дом. Дом профсоюзов у нас. Только это с обратной стороны. Вон она эта. Башенка. Вон она. Вот интересно, здесь он не отреставрированный, такой грязненький дом. А тут бац, половина такая. Оба. Типа это уже другое. И они как бы себе отреставрировали. Это тыльная сторона... Ой, господи, гостиница. Луч, по-моему, называлась, что ли. Теперь она Сережа. Почему Сережа, не знаю. Ну, я понимаю, там память о ком-то. Но Сережа, конечно, все говорят, что это странное название. Ну, как бы гостиница такая помпезная, раньше в свое время была. Вот. Но помпезная гостиница и название Сережа, они маленько, ну, не созвучны. Так, ну ладно, мы сейчас этот блок еще проедем. А вот тут у нас там гаражи, по-моему. Так, вот он. О, на ДКМ опять. Так. Тут асфальта уже ноль. Уже ничего нету. Вот. Еще один угловой. Это угол Ворошилова-Горького. Вот он опять домик такой характерный. Так-с. Что тут? Это вот эти самые дома, которые где тут? Типа начальники жили. Ну, и потому что тут даже гаражи, собственно, тут по центру, тут гаражи. Ну, как бы они старые гаражи тут есть. Ну, а для начальников, естественно, гаражи. Ну, как бы раньше начальников мало было. И вот он, центральный домик один. Вот это тоже маленький домик, это бомбоубежище, которое. Так-с. Вот еще одна арочка. А там современная. Это который единственный. В котором двор такой. Движняковый двор. А тут вообще шикарно. У них елочки такие. А, блин, а это что? Дерево-то, я не знаю. Прям цветочки. Вообще супер. Да, кое-где бывает уютно. Здесь. Даже вот эти обшарпанность домов, она как-то интересно смотрится. Где-нибудь в Венеции, когда люди смотрят на обшарпанные просто жуткие дома, то почему-то считается это аутентичностью. А когда сталинские дома обшарпаны, смотрится это типа, ну, блин, фигня. Так что, во всем надо видеть хорошее. Даже вот в таких обшарпанных домах. Так, ну ладно, мы по кружку проехали. Как-то. Так что мы выезжаем. Опять в эту же арочку. Арочка. Так. Оп. Вот он, помню, бывший хлебный магазин. Вот этот угловой прикольный такой. С одной колонной. О, наш зеленый. Домик шикарный вот этот. Я мелкий был, мне они нравились, вот эти дома. Потому что эти дома вот с такими эркерчиками. Кто-то меня может поправить на ударении. Но, тем не менее, я говорю, эркерчик. Вот он, дом профсоюзов. Гостиница Луч. Теперь Сережа. Так, ну а вот этот двор, он там моего детства. А сейчас мы заедем на бульвар. Я мелкий тут тоже гулял. Вот он, дом тоже с эркерчиком. Вот оно. Но тут маленько все по-другому было. Вот эти фигуры, которых таскают по городу. Я не знаю, где они стояли раньше. Их что-то то там стоят, то здесь. Но их много. Но теперь они здесь стоят. По-моему, они в каком-то фонтане стояли. Где-то. Просто эти часто скульптуры у нас перетаскивают с места на место. И я не запоминаю, как бы, где чего стояло-то. Вот. Ну а тут какая-то обезьяна вот. Ну это что-то там из какого-то календаря или улитка. Ну а теперь мы внедримся, так сказать, в последний блок. Или это не последний? Это... Нет, не последний. Это блок моего детства. Это какая-то седьмая школа, что ли, какая? Да, седьмая, по-моему. Как бы она такая более-менее... Не сказать, что бы старинная, но и несовременная, как бы. Ну, как бы, несоветская современная. Такая вот она вот. Так, а мы сейчас внедряемся, так сказать, во дворы моего детства. Здесь раньше красивые заборчики стояли, прям такие. Маленькие такие, низенькие. Ну, они больше как декоративные, конечно. Где-то они, по-моему, еще остались даже. Но тут, в общем-то, вот эти современные, конечно, но они все равно древние. Они только-только после сталинских. Вот в этой... Вот здесь мы часто околачивались. Вот эта вот квартира на первом этаже. Вот. Я сюда к дружбану ходил. И мы вот здесь играли, вот на этой площадке. И мы вот здесь вот в основном околачивались. Там горка большая была, деревянная, громадная горка такая. Не такая вот фигня какая-то. На горке был целый домик такой. А вот здесь, вот если вы видите, вот этот круг такой еле-еле угадывается. Даже недавно, я помню, было вот здесь в центре основание такое. Типа мощное основание, что-то его тут нет уже. Потому что здесь какой-то огород уже нагородили. Раньше тут была карусель. Большая карусель, громадная такая карусель. Туда можно было зайти, как бы. Это все огорожено так. Лавочки стоят по кругу. Ну и на балясинах, или как это, не знаю, на столбиках, там была крыша. То есть большая веранда, можно сказать, крутящаяся. Вот. И вот мы на ней ее раскручивали. Инерция у нее была мощная, конечно. Ее чуть-чуть раскрутишь, и она едет, и едет, и едет. Можно было сидеть до усрачки, крутиться. Так, а теперь поедем в доме. В дому, где я жил, так сказать, первые два года. Я, конечно, ни хрена не соображал, ибо был совершенно тупым. О, а тут что-то гирлянды какие-то висят. Он был, наверное, единственный, потому что вот эти вот панельные дома. Ну, это, наверное, первые панельные дома. А вот этот дом, кирпичный, он тут, можно сказать, затесался. Или вот эти уже затесались, потому что вот этот, наверное, был первый. Как бы там дома были, частный сектор. Вот. Ну, вот, собственно, вот здесь вот. Так, куда ты едешь одной. Вот тут вот я и жил. Вот дворик такой. Вот этот подъезд. Какой этаж, я не знаю. Вот в этом подъезде я жил, в общем. Кирпичный домик. Здесь лавочки раньше. Ну, раньше, понятное дело, что везде лавочки стояли. Так. Что-то еще. Вот этот старенький дом. Вот этот уже панельку влепили. Как бы тут такой смешанный вариант. Это вот дом, который на проспекте. Вот оно, домик. Находится. Так. А мы даже сюда вот сейчас проедем. Здесь конторки вечно какие-то, которые все время заваливаются. Их пытаются делать. Перепродают там. Делают. Но что-то не идет. Никак. Вот здесь хороший был такой бульвар. Ничего, я не знаю. Какое-то такое место интересное. Ух ты, блин! А, это шифер. Типа для отдыха. Уютная аллейка была. Так что вот, мы выехали опять на проспект. Вот она, столовая. Угол. И этот домик. Вон он, дом профсоюзов. Ну, как вы можете заметить, здесь тоже лавочки. На которых никто не сидит. Они все пустые, блин. Ну, тут шум страшный. Тут пыль, шум, грязь. Нафиг оно все нужно здесь сидеть, не знаю. Но кто-то решил, что народу надо здесь сидеть. Какой-то Харли Дэвидсон. Так, ну вот. Впрочем, у нас сегодня день пионерии. 19 мая 2001 года. И тут вот у нас такая картинка. Центральная. Сейчас мы вот в этот райончик все сгоняем и все. Это как бы называется район телестудии. Вот за этим уголовым домом. Так, эркерчик. Ну и тут, конечно же, лавки стоят. Лавочки поставили. Тут расширили. Короче, здесь газон раньше был. Но теперь вот от газона вот так вот осталось. Газона теперь нету. Что-то они решили, типа, тут ходовую часть такую сделать. Но ходовой части не получилось. Потому что, ну, ну, кому тут надо сидеть? Тут шум. Шум голимый. О, рябину. Загнули нафиг. Вот. Тоже рябинка, бедолага. Это общага. Так, у нас там арочка. Вон там телестудия. Тут домик красивый. Прада весь обшарпанный. Весь разваливается нафиг. Еще одна общага. Но это два корпуса. Здесь раньше столовка была хорошая. Но теперь какая-то кафушка. Так что вот. Здесь хотя бы спуски хорошие сделали. Раньше здесь не очень было. Ну, это у нас проспект. Сейчас мы повернем направо. И внедримся во дворы. У нас вот такие вот деревья. Вот оно, дерево. Вот такие железяки вставили. Ну, и типа тут даже что-то подсветка какая-то. Они грязные, грязные. Вон там что-то видно. И тут написано Ускаменогорск. Типа фирменные. Ну, и по-казахски. Ускамен. Так, поворачиваем сюда. Сюда поворачиваем. Так. Тут сталинские дома, только маленько отделанные. Такой тёмненький домик. Я понял, но да я сам завестился. Так, собственно. Вон там, телестудия. Где-то там. Это была ворсинка, помню ли, как называлась она. Короче, такая. Какая-то вязальная мастерская, что ли, или как называется. Не помню. А тут дворы, собственно. Ну, и тут дворы. Дворик, значит. Ну, вот. Дворик бывших общаг. А сейчас это, ну, наверное, тут уже так живут люди. Куда деваться? Какие общаги, к чёрту? Ну, тут. Отличительная особенность у этих дворов. Это отсутствие почти асфальта. Тут просто всё в ямах. Вот там домик ещё один. Стоит. Так, там проспект у нас. И, собственно, двор. Да, жаль, он зарос. Тут его не видно, как бы. Но интересная штука. Ну, а мы дальше едем. Это, как он, бульвар Гагарина. Вот этот домик. Может, можно сказать, последний. Ну, вот на этой стороне. Там уже стадион Восток пошёл. Вон забор стадиона Восток. Вот бульвар Гагарина 15. А тут как-то асфальтик ровнет. Ну, в общем, тут как-то кисловато, конечно. Скажем так, не так аутентично, как на тех сторонах. На тех углах. Ну, и, собственно, проспект. Обрадовался, думал, дети купаются, блин. А они, оказывается, деньги там. У них, собственно, шкурный интерес тут. А они деньги собирают. Привет, девчонки. Сколько денег-то собрали? Много? Нет. На мороженку хватает? Нет. Да ты что, а что там? И всё, что ли? 60 тенге? Маловато будет. Так, ну, в общем, ладно. Миссию я свою выполнил. Как бы райончик объехал. Так что... Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.